Добро пожаловать на канал Дмитрия Череватенко. Тра-та-та-та-та! Молодец, хорошо. Эй, это не ваш велик? У кого-нибудь есть ручка? Триторожная работа, это не в среднем ряду. Сука, подожди. Да люблю ты меня любишь. Ой, ты такой, ты такой неприступный, ты такой загадочный. Как ты познакомился с Томом Холландом? Нет, это вот было сейчас ужасно, это плохо, не надо так делать. Где больше платят? В Москве или в Питере? Ваня, ты живешь в Питере? Да. Как часто ты бываешь в Москве? По работе или по каким-то делам? Слушай, ну, какой-то определенной периодичности нет. Ну, так, раз в месяц, пару раз в месяц, ну, как-то так. То есть ты приезжаешь в большинстве случаев на работу, правильно? Да. А тебе компания это все компенсирует? Приезд, отъезд, билеты? В зависимости от. То есть где-то я говорю, что там, если я вам нужен, то звоните, пишите, я приеду. А где-то прям сразу, вот, хотят тебя, вот, и все, едем. Ага. А в Питере не так много работы? Или где больше? Слушай, ну, здесь-то ее, конечно, больше, но в Питере она тоже есть. Вполне достаточно. Недавно с Сергеем Воробьевым как раз общался, если ты смотрел, он сказал, что Питер сейчас это как, уже больше как болото, что там нету много работы. Это не так? Петербург, город на болоте. И в Петербурге своя атмосфера. И мы, артисты, и не только дубляжа в Петербурге, мы все так немножко похожи на лягушек, которые вылезают из этого болота. Иногда квакают. Более удачно, менее удачно. Вот, я сегодня коронованная лягушка. То есть, мне удалось проквакать в образе Таноса достаточно громко. Касательно болота, так исторически сложилось, скажем так. Вот, а работа есть, ну, то есть, вполне. Ну, я как бы страшного дефицита не испытываю. Тебе сейчас 21? Да. Какие у тебя дальнейшие планы на творческую карьеру? Хочешь ли ты с этим жизнь связывать? Ну, слушай, я этим уже 17 лет занимаюсь. С четырех? Ну, с пяти, как бы, да, с пяти. То есть, мне вот через месяц, там, 22. Как ты начинал, расскажи? Слушай, ну, у меня вся семья актерская. То есть, мама, папа в пять лет сестру привели на Нигу. Варя тоже с пяти лет. Да, Варя тоже с пяти лет. Вот, она, собственно, здесь живет, поэтому очень-очень удобно сюда приезжать. Вот. И просто в какой-то момент, не помню, что писали, кажется, в поисках Немо, по-моему. В поисках Немо. Это первая работа? Да. Там просто позвонили, там маме и спросили, а у вас, может, еще... Вот, Варю позволили спросить, может, у вас еще какой-нибудь мальчик есть? Там, так вот, поглядывает в ком-то. Да, вроде есть. Есть какой-то знакомый. Да, вроде есть какой-то мальчик, да. Я даже, ну, там какой-то, реально, буквально, там, какие-то фразы какого-то морского конька где-то на восемнадцатом плане, что-то такое. Вот. И потом, ну, давай еще там пару фраз где-нибудь, еще давай еще где-нибудь пару фраз, потом давайте на массовку придите, потом еще, то есть все пятое-десятое. То есть, если пришел я туда на Неву где-то в пять лет, то первая роль большая была... Прямо два километра. Дай бог вспомнить-то, ну, лет восемь мне, наверное, было. Что-то такое. Кажется, восемь, да. То есть эти три года ты так набирался опыта... Ну, да, да. Там еще, там еще проблема была в том, что я довольно поздно научился читать. Я очень поздно научился читать. Слушай, я не вспомнил. Нет, до школы, слава тебе, Господи. То есть, я пришел в школу, я умел читать. Это радует. Но до этого я всегда, я всегда с Варей приезжал, и Варя стояла сзади. И так, мне говорили тайм-код, она так, вот цифры видишь. Я как, запомнил фразу, да, и так она меня вспинта. Тра-та-та-та-та-та-та. Молодец, хорошо. Я говорю, это трудно объяснить. Бран, мне жаль, что все это случилось с тобой. И что это случилось здесь, в нашем доме. Знакома ситуация. Голос пищит, скрипит и срывается. Во рту какая-то каша, и слова сливаются в бессмысленное месиво. Не хватает дыхания, хочется откашляться, и рука постоянно тянется за водой. В результате вам кажется, что голос неубедительный и не цепляет окружающих. Пора забыть об этом. Меня зовут Сергей Вострецов, я диктор, актер озвучания и тренер. И я знаю, что красивый, убедительный голос может быть у каждого. Приходите ко мне на мой бесплатный вебинар, и мы с вами разберем техники постановки дыхания и работы над дикцией. Поговорим о том, как раскрыть потенциал вашего голоса, как сделать его глубоким, цепляющим, красивым, убедительным. Вместе раскроем возможности вашего голоса. Сейчас вы увидите ролик фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Но если вы не видели «Мстители. Финал», остановитесь. Пробы. 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 Расскажи, насколько сложно было. Сколько было людей, если ты знаешь. Слушай, сколько людей, я честно понятия не имею, но было достаточно страшно. Просто когда я узнал, что пробы будут, как раз мы разговариваем, мне сказали, что ну да, вроде как будут пробы, я так «Можно я приеду, пожалуйста?» Ну, они в Москве будут. Хорошо, я «Можно приеду, пожалуйста?» «Можно, ну, хотя бы просто попробовать, можно?» Вот. В общем, ну как-то да. То есть ты сам напросился? Ну, по большому счету, да. Я просто спросил, можно я приеду на пробы? Сказали, ну да, можно, ладно. Ты что, в Москву поедешь? Я такой, ну а что нет-то? Эй, это не ваш велик! Нет! Эй, это не ваш велик. У кого-нибудь есть ручка? Ну, в общем... Впереди дорожная работа. Это не на среднем ряду. Сука. Подожди. Мне кажется, вот это вот, мне кажется, вот это интереснее, чем все интервью будет. Да, как я... Как ты выключаешь навигатор. Все, тихо. В общем-то, я приезжаю, смотрю, я не помню точно, что это была за сцена. Вот, и... А сколько людей было? Пробовалось, не знаешь? Я один приехал, то есть никого... А на саму роль вообще? На саму роль я правда не знаю, сколько пробовалось. Через 600 метров есть. Ну, верните наверно. Я его вижу, значит, мы сцену посмотрели, а я, как ты можешь заметить, парень не маленький, голос у меня довольно низкий. И, в общем, мне так говорят. Но я не знаю, что ты сейчас будешь придумывать, чтобы это записать. Но, в общем, давай я там какие-то вообще странные позы просто, чтобы как бы высоту голоса поймать, и чтобы это все не звучало как мультик. Он же такой щупленький, маленький. Ну, да. Ну, пробы отписали, в общем, а потом я очень-очень долго ждал, поджилки тряслись. Я гадал, да, нет, нет, да, ну, все, в итоге, да, вот, приехал, записал. Первый раз это, да, было? Это какой год? Это, ну, это два года назад было, то есть, соответственно, 17-й. То есть, вот я тогда вообще, в принципе, впервые за долгое время, в принципе, в жизни в Москву приехал. И это вот я в первый раз в Москве, в принципе, поработал. И потом уже все, тебя уже стали на него звать постоянно. Ну, не на Холланда, но у него как-то особо между пауками, может быть, что-то было, я просто не знаю. Но на паука, да. То есть, там и с игрой потом про паука так сложилось, то есть, на самом деле, меня не взяли в игру просто потому, что я его писал в фильме. Я тоже пробы на него проходил. Я только потом сказал, что я его, я, кстати, фильм про него писал. Да? Это интересно. Ну, ладно. Может быть. Но в итоге, да, просто на него тоже пробу пришлось проходить. Прикольно. Мы пару раз, по-моему, встречались в студии в Москве. Да. На каких-то играх. На Vox'е, я помню. Да, я вот как раз паука доделал. Да. Это, а, кстати, я, по-моему, тоже там, это была игра. Да. Все, да. Я, наверное, тогда тоже там как раз сейчас дала дополнение к игре, по-моему, доделаю. Здесь тебе как, оплачивали приезд, нет? Нет, потому что, ну, это как бы была по большей части такая моя инициатива. То есть, я говорю, мне звонит, ты там, хочешь? Я говорю, да, давайте. Да, без проблем. Вообще. Я из любви к искусству. Всегда да. Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд? Чья версия Человека-паука тебе нравится? Как ты думаешь? Ну, наверное, Том Холланд. Нет, ну, как бы, безотносительно того, что... Кстати, это, кстати, это интересная штука. Я все экранизации паука писал. То есть, так или иначе, короче, в каждую там... Да, ладно. И с Магуайром там у меня что-то было, какие-то... А что, не помнишь? Слушай, там реально, буквально, какие-то там кричащие на заднем плане мальчики. Ой, ура, это Человек-паук. Ну, какой там последняя часть третья с Магуайром? Это какой, седьмой год? Мне 10 лет. Но ты везде был. Офигеть. В первом фильме с Гарфилдом там массовку, по-моему, я писал. То есть, мы там что-то тоже орали там в каких-то сценах. Ну, в общем, да, это... Блин, круто. Ну, а безотносительно того, там, писал-не писал, честно, больше Холланд. Холланд? Честно, да. Все, ну, большинство, кого я знаю, все-таки топят за Тоби Магуайра. Вот это вот самое, знаешь, начальное человечество. Мне кажется, это больше синдром утенка, конечно. Ну, возможно. Ну, не, я нисколько не отрицаю, что фильмы абсолютно прекрасные. То есть, там, вторая часть вообще, это один из моих, не то что супергеройских, один из любимых фильмов, в принципе. Вот, но он очень средний Питер Баркер и очень средний человек. Паук, ну, как мне кажется. Там, Гарфилд, отличный человек Паук, но очень невнятный Питер Паркер. А Холланд, он и то, и то просто замечательный. А сколько актеру в жизни лет, ты не знаешь? 23. То есть, он тоже примерно наш ровесник. Да, да, да. Ты смотрел восьмой сезон «Игры престолов»? Первый, второй сезон я с большим удовольствием посмотрел. Я начал смотреть, по-моему, да, третий. И я какую-то страшную усталость испытал на седьмой минуте третьего сезона. Ну, хорошо, что ты восьмой не смотрел, потому что там вообще... Слушай, я знаю, что там, естественно, понятное дело, я знаю, что там происходит. И то есть, там тоже мы когда все это озвучивали, там, актеры, которые приходили на записи, они выходили, да что происходит, да что это такое? Не, ну вы видели, что там они творят-то? Так, ну, слушай, что моя Дайнерис вообще творит? Что мой Джон Стоуд, что они делают вообще? То есть, это все, конечно, было забавно. Ну, тоже так, знаешь, иногда в каких-то таких кулуарных беседах, я так говорю, знаете, я как король шести королевств хочу сказать, что... Принесите мне кофе. Да, кофе, пожалуйста. Королю шести королевств. Серсея в ее списке имен. Где ты это взял? Мизинец дал его мне. Персонажев помнишь, кроме Брана? До Брана... Вот пока Бран был еще совсем маленький, то есть, я Брана начал писать, по-моему, с четвертого сезона. Или с пятого, точно сейчас не вспомню. То ли четвертый, то ли пятый. Так еще у меня постоянный там был... Там был Томин, младший брат Джоффри. Сир Лорес. Тирол. Кудрявенький такой, железный кулак потом. Вот. И вот эти вот три основных. Ну, там еще тоже какие-то мимо проходящие. Вот. Ну, а так вот это три основных. А как туда попал? Просто тоже по знакомствам по каким-то... Ну, я в России, в принципе, до этого работал. На той, где... Да, 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 да. То есть, я там, в принципе, работал до этого. И там потом, ну, уже, как бы, девушками Брана не записать, потому что вырос. Я говорю, давайте я, да, 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 давайте, давайте, давайте. Вот, мне еще тогда сериал прям очень-очень нравился. Я следил активно. Я все равно послеживаю так, но довольно вяло. Ну, вот я так, да, 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 давайте, давайте, да, да, да. Был забавный момент. Мне, по-моему, там, в день премьеры восьмого сезона... Этого... Финала восьмого сезона мне звонят, там, с какого-то канала, говорят, Здравствуйте, вот, расскажите, пожалуйста, вот сегодня, значит, финал Игры Пристолов, какие ваши впечатления, вот это все прочее. А я не смотрел. А там, понимаешь, просто какая... Я им начинаю объяснять, понимаете, просто как серия в дубляже выходит позже, то есть, в день появляется закадровая озвучка, а там меня нет, я понятия не имею. А я так, да? Хм, хорошо, а как вам восьмой сезон в целом? Я так, понимаете, у меня только Бран, я понятия не имею, что... Как бы я примерно понимаю, что вот они, по-моему, с Королем Ночи дрались вот в той серии, там еще что-то, там еще что-то, но я только Брана вижу, я не знаю. Короче, тебе неинтересно вся эта фигня. Я говорю, я вяло послеживал за развитием сюжета, уже просто, ну, интересно уже, чем кончится. Но вот как-то так фанатеть я перестал. Все думают, что работать у микрофона очень легко. Нет. Забудьте об этом. Это не так. Ну вот, вот, скажи пару слов, почему это не так? У меня на тот этаж приехали, блях. Ну потому что это все равно определенный навык. То есть, ну вот, там, нам повезло, мы этот навык с детства получаем. Все равно, как бы, если тоже... Если человек просто буквально осознал в какой-то момент, я хочу, то, там, актерский вуз, не вуз, неважно, так или иначе, это все как и чему угодно. Как минимум, надо учиться того, кто это умеет. Расскажи пару слов о Варе. Помогайте как-то друг другу, может быть, у микрофона или какими-то советами. Просмотрели там, ты ее картину посмотрел, она твою. У нас недавно было весело, мы пошли на фильм «Вметри друг от друга», в котором мы, значит, двух главных героев, влюбленных и умирающих от тяжелой легочной болезни, отдублировали. Он свалил, когда я родился. Похоже, больной ребенок не входил в его планы. А твоя мама? Она красивая, целеустремленная и умная. Она сосредоточилась на мне и только на мне. И мы, значит, сидели с ним вот так вот. Вот это сейчас хорошо, это сейчас плохо, а вот это сейчас нормально. На, давай сейчас, о, давай, хорошо, вот тут надо было подругу, вот тут тоже надо было. Вот, ну, конечно, там, какие-то моменты, когда они сидят друг перед другом, да. Я тебя люблю, ты такая красивая. Мы сидим вот так. Блин, жесть. Мы можем быть только в полутора метрах друг от друга. Я так хочу тебя потрогать. Саня! Что это? Блин. Но это было, это было весело. Нет, там очень, там за счет того, что мы брат и сестра. Как это называется? В метре друг от друга. Там, за счет того, что мы брат и сестра, там очень клевая динамика именно получилась, вот в персонажах, Так что там меньше вот этого вот сопливого, там, я тебя люблю, и ты меня любишь, ой, ты такой неприступный, ты такой загадочный, ой, ты тоже такая вся. Нет, мы как бы с ней там просто периодически срываемся на то, как мы с ней в жизни разговариваем. Вот, и довольно живо просто это все получается. Часто вы работаете вместе? Ну, слушай, ну довольно часто так получается, что мы вдвоем в каких-то фильмах, потому что вот именно так, как у каких-то два центральных героя, ну довольно редко. Нравится тебе слушать свои работы? Часто придираешься, говоришь, херня какая-то получилась. Да. Или наоборот сидишь, слушай, ну когда-то я сижу так, вау, вот это сейчас хорошо, вот это сейчас нормально, вот это, 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 вот это ты молодец. Вот, но и тоже... Например, какой, какой фильм? «Звездные войны», там, седьмой, восьмой эпизод. Вот, и вот так, вот, неплохо, неплохо. А провал? Или то, что не понравилось? Слушай, я сейчас не вспомню, честно. Ну, у меня, знаешь, чаще как, я какие-то там работы годовалой давности, двухлетней давности, я пересмотрю, такой, ой, а вот это вообще-то как бы можно было бы и получше. То есть, мне могло понравиться, когда я в первый раз смотрел, но потом я так, ой, что-то, что-то не то, что-то не то происходит. То есть, у меня там даже, я не знаю, там, с пауком, там, с игрой тоже самое могло происходить. Я играю, я такой, ой, вот это хорошо, ой, а вот это не, ой, 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 вот это не туда, вот это туда. Ну, в общем, как-то так. То есть, ну, каких-то прям откровенных, когда я сижу, ой, нет, это вот, это было сейчас ужасно, это плохо, не надо так делать. Вот именно в течение всей роли я все-таки стараюсь так не писать. Ты знаком со своими коллегами по, ну, например, по Marvel Studios там, с кем-то? Ну, да, с Ваней Жарковым, с Жарковым, Тором. За это время столько всего произошло. Я лежился молото, лежился, конечно. Террифик! Классно! Я люблю тебя! Я люблю тебя! С Ани Киселевой, Алой Ведьмой, Юлией Гороховой, Капитаном Marvel. Ну, то есть, примерно... Со Стражами Галактики почти всеми. Стражи Галактики они писались тоже в Питере? Да, они в Питере писались полностью. А Паук в Москве? Паук в Москве. Поставь лайк! Где больше платят? В Москве или в Питере? В Москве. В Москве. Это может исчисляться даже в разах или это какая-то небольшая надправка? Слушай, в зависимости от того, что за проект, что за студия, что вообще. То есть, бывает так, что я в Питере столько же могу получить. Если взять один объем. Один объем. Один объем. Но, опять же, тоже надо понимать, какой это фильм. То есть, это может быть какой-то мейджор, там, большой, страшный. А может быть, какой-нибудь инди невероятный. То есть, объем будет один и тот же, но оплата, сам понимаешь, будет разная. То есть, даже если это на одной студии происходит. А сколько у тебя примерно в день работа? Не работа, а вот твоих вылазок к микрофону? Ну, от пяти до восьми. Может быть. В день? В день. Да ну. Ну да. Охренеть. От пяти до восьми. Ну, то есть, там… Как ты успеваешь? Бывает, там, по десять часов в день, там, по двенадцать часов в день. Может быть. То есть, ты прям фигачишь из студии в студию… Да. Обалдеть. Пять. Пять-восемь. Ну, допустим, шесть студий. Ну, там, окей, хорошо. От… там, ладно, давай, давай, чтоб совсем честно. Там, от четырех. Обалдеть. От четырех, ладно. Вот так честнее. От четырех. Это и Москва, и Питер, да? Ну, нет. Москва поменьше, потому что я все-таки не так часто приезжаю, если приезжаю, то на что-то очень конкретное. То есть, может быть так, что я там напишу кому-нибудь, о, я в Москве, о, класс, зайди туда-туда-туда. И тогда что-то будет. Ну, так это в основном про Питер, да, речь идет. Друзья, если вы хотите сказать Ивану большое спасибо за его работы, вот здесь вот будет Инстаграм. Пожалуйста, переходите, пишите спасибо, Иван. Потому что я считаю, может быть, ты со мной согласишься, может нет, что профессия актера-дубляжа, она немного недооценена и она неблагодарна. Ну, это да. Согласен? Да. Вот делается огромная работа, придается полностью образ герою, которого знает весь мир, а вот таких людей практически никто не знает. Это, конечно, обидно. «Ты пойдешь на нового «Человека-паука»?» «О боже!» «Я постоянно подвергаю друзей опасности!» «Миру нужен новый «Железный человек!»» «Конечно!» «В день премьеры вас пригласили куда-то?» «Секретная информация». «Я просто не знаю, если она секретная, то я просто ничего про это не знаю. Но обычно актеров приглашают, то есть на премьерный показ, там, в день премьеры». «Да, бывает». «Тебя не приглашали?» «Слушай, я только, по-моему, на «Звездные войны» ходил, в общем-то. Я не то чтобы очень люблю это дело, а потом люблю, когда мне удобно прийти. То есть я там тех же «Мстителей» смотрел, по-моему, в ночь в зале из пяти человек». «Ты водишь машину?» «Я очень нервный для этого». «Серьезно?» «Да». «Ты женат?» «Да». «Сколько уже?» «Месяцев семь. Ну и как? «Ничего не изменилось?» «Ничего не изменилось?» «Поставь лайк!» «Сказать, Лис, что я Человек-паук или нет?» «Кто такая Лис?» «Кто такая Лис?» «Она… 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 «Лучшая!» «Она клевая!» «Она просто девчонка из моей школы!» «И я…» «Да, и я очень хочу сказать ей, но…» «Это немного странно!» «Привет, я…» «Я Человек-паук!» «Она». « ش Bu tuh» «Я…» «Я К бабуле» «Д» « precisely». «Никой»